здравствуйте друзья задал вопрос человек говорит как вот быть айтишнику во время рецессии вот какие значит может быть лайфхаки по части поиска работы если ты работу потерял тут знаете как бывает я могу опираться только на опыт да то что никакого знания о будущем у меня нет но знания есть опрос поэтому опираясь на знания о прошлом я могу сказать что если рецессия айтишника зацепит что бывает то ключом к тому чтобы как-то выбраться из этой ситуации является географическая такая разносторонность то есть не зацикливаться на конкретном месте где вы живете вы можете сказать ну да но у меня моргидж вот я плачу за дом я ну значит сдайте дом но вы можете да но я вот сейчас цены упали и я должен там 500 долларов в месяц доплачивать по сравнению с той ценой за которую я могу сдать барин ну ничего страшного поезжай туда где платят деньги где есть зарплата у тебя не будет проблемы с 500 долларами ну 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 так 500 долларов ничего страшного если ты зарабатываешь если ты айтишник и ты зарабатываешь в этом десятку в месяц чё тебе 500 долларов значит я никогда не видел вот за 30 лет чтобы была такая рецессия чтобы айтишник нигде в стране не мог найти работу то есть обычно все эти рецессии айтишников особо вообще никак не цепляют но если уже цепляет вот как было у нас когда интернет бум обвалился всех тухарю все кто готов был куда-то сняться причем не так далеко снятся там лос-анджелес например вообще по калифорнии было очень много работы но вот просто не локально тут потому что зацепила именно интернет стартапы и вот люди которые там работали пострадали поэтому такая история кроме того имейте ввиду что если начинается кризис в айти с работой айти чудовищное количество людей работает которые на рабочих визах на h1b и и основная львиная доля этих людей это выходцы из индии и соответственно у них длиннючая там на 10 на 11 на 12 лет очередь на получение грин карты то есть колоссальное количество этих людей не имеют грин карты не имеют свободного конвертируемого разрешения на работу в сша это значит что если они теряют работу в общем-то им надо уезжать таким образом что получается когда какой-то вот такой кризис возникает войти если он зацепил айти я могу сказать что вот в 2000 году 2001 когда вот это все произошло здесь с интернет бум хайвея пустые стали не потому что как сейчас карантин они пустые нет а вот просто нагруженные такие мощные хайвеи смотришь так нормально едешь там но не то что там все поезжали нет нет конечно но но очень чувствовалось очень чувствовалось поэтому это некоторая подушка которая вам помогает кроме того очень много работы уходит сегодня в офшор по аутсорсинге всевозможные и некоторые думают что это потому что она дешевле она не дешевле то есть с учетом того сколько нужно людей там чтобы сделать работу которые делают здесь один с учетом того что нужен дополнительный менеджмент и так далее она не дешевле но вопрос в том что нет людей вот локально людей нет ну что делать ну давай там искать здесь искать еще как ты поэтому значительную часть удара когда войти в кризис на себя принимают вот те кто работает в офшоре и вообще это не патриотично да у нас тут безработица вы так что тут вот в индии рабочие места создаете да это совсем не патриотично и могут и по рукам так постоянно есть такие призывы дать по рукам ну финансово не то что их там закрыть или в тюрьму посадить нет но наказать как бы долларом поэтому именно айтишные проблемы они сглаживаются вот теми кто тут без разрешения без грин карты без гражданства и теми кто там в офшорах аутсорсингах вот как бы есть такие две подушки но главное это вот гибкость географическая и когда я говорю про гибкость географическую и про все остальные вещи я имею ввиду что мы имеем айтишника с опытом если айтишник это человек который вчера в сети колледжи взял классы какие-то и вот он говорит как вот мне айтишнику который ну как бы еще не стал айтишником но уже типа айтишник такой вот тебе тяжелее всего то есть когда рецессия когда проблемы с рынком значит то первыми страдают люди которые без опыта ну естественно потому что за те деньги которые сегодня да ты можешь дать человеку без опыта но я не знаю там пусть будет 30 долларов часто за 30 долларов в час сегодня ты можешь а человека без опыта но если так вот рынок просел и идут сокращения и в общем появляются люди которые за 30 долларов готовы работать те которые сегодня я бы там может быть и 50 бы дал то есть у них сегодняшняя цена на рынке 50 но очень многие из них согласятся и за 30 работ я помню знаете были компании которые так делали они сокращали людей ну вот сократили 100 человек а потом набрали причем половину из тех же самых что у них были набрали но уже на существенно меньшие деньги то есть как бы это было способом то есть когда человек работает это ему скажем урезал денежку то человек недоволен а если человек работу потерял это ему предлагаешь меньше должен соглашается как бы а может и не соглашаться может и другого взять зависит от компании от отношений от всяких этих дел то есть насколько там много личного или там еще чего-то в маленьких компаниях больше конечно ценится то что ты там работаешь и ты в отношении какие-то отношения есть кроме производства то есть это больше такая семейная как бы обстановка то есть большие компании вообще пофигу они они даже людей людьми не называют я вот когда слышит у меня передергивает они год ресурс ресурс вот как ресурс такой ресурс такой ресурс такой ресурс а там человека у него жена у него дети у него там я не знаю я теща раком больно там у него было младший ребенок там с аутизмом там совсем делать этим ресурс вот поэтому маленькой компании как бы это не ресурсом все-таки это этот человек который у нас работает поэтому вот значит квалификация 1 гибкость 2 я помню знаете странная такая была картинка в конце 90-х вот перед обвалом интернет бума была прям целая профессия эта профессия состояла в том что человек писал на visual basic какие-то такие маленькие приложения связаны с базой с базами данных базой данных того случае выступал microsoft x так вот что такое как бы такой маленький баски данных вот на таком полуязычки так сказать написаны это была целая профессия она была востребована вот эти люди они были на расхват там со всеми делами и безусловно там были виртуозы этого дела я не хочу сказать что это каждый школьник может нет конечно это требовало определенной квалификации тоже но когда обвалился интернет бум вот вся эта магистраль и и как-то она перестала существовать так лишь паховые друг раз нет больше хайвэкс и сзади нет и нигде вообще никого нет вот это произошло вот с этим вот visual basic ams microsoft access базой данных наверное еще какие-то были я просто не не то чтобы специально следил там какое мое дело но в общем то когда происходят какие-то кризисы вдруг что-то исчезает например в то время да вот люди которые писали на c++ хотя уже джава шла во всю но вот c++ ники были востребованы были востребованы там люд который на джаве пишет ну то есть нормально все было более-менее нормально у них хотя может быть если ты потерял работу может быть тебе меньше заплатят но они без работы особо не сидели да то есть как бы наличие правильных навыков тоже тоже очень важно хотя заранее бывает не просто угадать спросить сегодня вас через три года будет там опал вот какие навыки через три года тебя вытащит кто его знает могу сказать еще интересную вещь которую я заметил вот тогда 20 лет назад когда обвалился интернет бум было очень интересно что люди которые делают white box testing в принципе вообще-то для этого нужна квалификация программиста нужно надо понимать код там и обычно в то время на эту работу брали по рабочим визам вот там из индии народ приезжал пока там ему green card у сделают это не было с таких сроков как сейчас быстрее происходит ну там поработает там года три там green card получит уже будет чем-то более серьезным заниматься так вот что произошло когда программисты теряли работу они говорили многие говорили ну в конце концов ну пойду делать white box testing white box тестеров вообще никогда не хватало и никто не хотел из программистов никто это делать не хотел это слишком мелко а из просто тестировщиков никто не мог потому что для них это слишком сложно поэтому вот это вот тестирование белого ящика вот она всегда была таким заброшенным и вот программисты как ну хорошо буду вот делать white box testing выясняется что вообще-то тебя не хотят вот программисты люди не хотели брать менеджеры не хотели брать программистов на white box тестирование потому что но как бы понятно что он сегодня согласен но в общем то это как бы для него какое-то такое понижение унижение и в общем никто от этого не бывает хэппи понимаете вот он ну и и люди которые нанимают им хочется чтоб чак хотел делать то что он делал они делают уж он вынужден это делать это разные вещи либо ты делаешь то что ты любишь и в чем специализируешься так вот что я тогда заметил что те кто делал white box тестирования они не только мгновенно находили работу им делали еще когда все сыпалось им тогда делали легко рабочую визу и швангин тогда это было проще потому что была очень большая кота там 200000 сколько там большая была очень кота ее сложно было выбрать но во всяком случае соглашались как если ты профессиональный white box там и все дела пожалуйста вперед начаты не делай даже делали рабочие визы из наблюдений вот которые тогда были наверное сейчас как-то по-другому пойдет своя специфика своя востребованность свои какие-то ветки обнажаться когда там листики посыпятся если это произойдет но общем вот на этим смотрите наблюдайте если мы говорим про айтишников и поиск работы в условиях вот такого кризиса я даже не знаю что теперь будет с этими рабочими визами которые там до 1 апреля да вот буквально осталось то сегодня 26 значит марта значит до первого на тех них не так его начиная с 1 апреля начинается прием заявок да и обычно там они за неделю набивают свой чемодан желающими прекращают прием заявок и там уже конкурс там три-четыре человека на место да и вот там дальше с этого они играют я не знаю будут ли они в этом году так интенсивно подавать это будет очень интересно я пока говорю об этом я вдруг на подумал я у меня поток сознания это же специально готовлюсь я подумал что это будет очень интересным индикатором положение дел в айти с работой буквально мы это увидим в течение ближайших двух недель то есть когда они ну даже может быть быстрее 10 дней когда они набьют свое портфолио то есть неделю принимают эти свои заявки гет все там наполнилось сколько наполнилось чего мы это сейчас все увидим и мы поймем насколько рынок труда войти подрезан вот увидим это на подачи заявок на each one be все друзья спасибо и что все было хорошо правда давайте